Крыша протекла, но ремонт будет только в 2037 году. Жильцы дома номер 4 по улице Дзержинского не согласились жить еще 18 лет с протекающей кровлей и отправились в администрацию города добиваться немедленного решения проблемы. На встрече с инициативной группой жителей представители ДГХ и управляющей компанией разъяснили алгоритм действий в сложившейся ситуации. Одно из решений – заказать экспертизу, по заключению которой возможно передвинуть срок ремонта. Экспертиза стоит приблизительно 60 тысяч рублей, но даже получение положительного заключения не гарантирует, что ремонт кровли ускорят. То есть гарантии о том, что капитальный ремонт будет проведен именно вашего дома, именно в те сроки, которые указала эта организация, тоже никто не даст, наверное. Со своей стороны, Центр ЖКХ готов заняться текущим ремонтом кровли в рамках тех средств, которые выделены на поддерживающие работы на этот год. Это приблизительно 160 тысяч рублей, которые собираются по статье «Содержание жилья». Ну, нужно понимать, что 160 тысяч в наше время при капитальном ремонте – это ничто. Это по периметру, грубо говоря, на один лист по высоте, на полтора, на два, может быть. На вскидку, я на вскидку говорю. Не касаемо утеплителя. Ещё один вопрос, который жители поднимали на встрече – некачественно сделанные работы по очистке крыши их дома от сосулек. Почему они раздолбили этот шифер, и им всё это сходит с рук? А мы должны страдать из своего кармана, выворачивать карманы, напрягаться и что-то там искать в пути. Представители управляющей компании пояснили, что выбор подрядчика происходит на конкурсной основе, и повлиять на это никак нельзя. К тому же не исключено, что протечки произошли не по вине рабочих, а по естественным причинам, например, из-за намерзания льда. Сейчас жителям предстоит провести общее собрание собственников, чтобы решить вопрос с ремонтом кровли и прийти к согласию по всем вопросам. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.